МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Заволжском МСО У города Твери регионального следственного комитета предъявлено обвинение 32-летнему жителю Твери, который, по мнению следствия, истязал 12-летнего сына своей сожительницы. Об этом случае мы рассказывали в патрульной службе. Суд избрал в отношении теперь уже обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В этой семье воспитывается еще один ребенок, маленькая девочка. На время проведения следствия дети отдалены от матери. В настоящее время рассматривается вопрос о лишении матери родительских прав. Наш потерпевший передан на воспитание отцу. Девочка в настоящее время находится в приюте. Вступил в законную силу приговор Заволжского районного суда города Твери в отношении мужчины, который вечером 7 марта этого года на улице в Заволжском районе города изнасиловал несовершеннолетнюю. В связи с тем, что преступления в отношении несовершеннолетней были совершены в условиях неочевидности, а лицо их совершившее скрылось сразу же с места совершения преступления, при этом на первоначальном этапе следствие располагало лишь незначительными данными, полученными в ходе опроса самой девочки. А также, как выяснилось позже, злоумышленник являлся приезжим из другого субъекта, к тому же гражданином, не имеющим постоянного места регистрации проживания на территории Тверской области и Российской Федерации. Установление его личности и местонахождение, а также раскрытие данного преступления представляло особую сложность. При этом ситуация усложнялась тем, что несовершеннолетняя потерпевшая ввиду растерянности после совершенных в отношении нее преступных действий, предприняла меры к уничтожению оставшихся на ней следов преступления, что значительно затруднило сотрудникам правоохранительных органов отыскание биологических следов лица, совершившего данное преступление. По уголовному делу проведен целый комплекс мероприятий, привлечены криминалисты СКР, сотрудники уголовного розыска и специалисты экспертно-криминалистического центра ОМВД. В кратчайшие сроки проведена молекулярно-генетическая судебная экспертиза, с помощью которой обнаружен генетический профиль мужчины 67-го года рождения, ранее судимого за преступления сексуального характера в республике Мордовия и Челябинской области. Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов регионального следственного комитета с сотрудниками ОМВД России по городу Твери и Тверской области, которые, не считаясь со своим личным временем, установили всю картину совершенного преступления, в городе Вышнем Волочке по горячим следам был установлен и задержан фигурант дела. Приговор суда 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.